На ваш взгляд, какого эффекта должны добиться беспилотники? Можем ли мы говорить о том, что они оказывают какой-то психологический эффект, с учетом того, что, кажется, россияне не сильно обеспокоены последними событиями? Я уверен, что они оказывают психологический эффект, но тут надо разделить цели и результат, с какими целями все эти безатаки беспилотников проводятся и какой эффект они должны достигнуть. Он не только психологический. То есть есть вот три эффекта. Во-первых, психологический. И об этом немного можно слышать как бы неофициально. В том числе я слышал от моих знакомых в Украине, которые имеют отношение к военным структурам там. Это называется bringing the war to the enemy, то есть как бы оказать психологическое давление на население в России, вообще на руководство. Показать им, что то, что очевидно надеялось российское руководство, с самого начала, да, что эта война уже такая колониальная, как в Сирии, которая будет проходить совершенно далеко от российских населенных центров, незаметно для населения, без мобилизации. Но все это уже давно в прошлом. Ясно, что эти надежды не оправдались. И Украина считает, что важно это показать. Какой это результат, это спорный вопрос. Потому что власти это, безусловно, нервирует. Мы видели, как они пытались замалчивать в центральной прессе, на телевизионных каналах результаты падения беспилотников на Москва-Сити и их точных попаданий в одно из зданий министерств два раза подряд. При том, что все время заявляет Министерство обороны, что все сбито и подавлено. Это да, но, с другой стороны, это неприятно. Для них, с другой стороны, есть известные явления. Во-первых, люди ко всему привыкают. И иногда такого рода бомбежки, в том числе и гражданских объектов, городов, и надо сказать, что тут это имеет аминопсихологическое значение, потому что кого-то там серьезные разрешения или убить много людей, эти дроны, которые протокуют Москву или другие города, далеко границы, они не могут из-за очень маленьких зарядов взрывчатки, которые несут 3-4 килограмма всего. Но это может вызвать кросс-обратную реакцию, как показывает опыт различных войн. Наоборот, разозлить население и людей, вызвать у них чувство мести, какое-то чувство солидарности, ожесточить их. То есть, как бы, психологическая ценность спорная. Вторая тут цель, она медийная, медийно-пиаровская, чтобы показать как раз не гражданам России, руководцу, а всему миру и своим гражданам Украины, что Украина not taking it, lying down, не сдается, не поднимает руки, не беспомощна в свете нападения на нее гораздо большей мощной державы, такой, как Россия. Она отвечает в силу своих возможностей, даже больше, чем те возможности, которые думали, что у нее есть, и добиваются каких-то результатов громких. Поэтому это вот самое важное, с этой точки зрения, из трех составляющих, медийно-пиаровское. И об этом все говорят. Вот сегодня я видел уже репортаж на Sky News. Об этом говорят очень много. И это Украина показывает, как своим гражданам, так и всему миру, что она не сдается, борется, воюет. Ну и третья цель, это важная, не звать, она практическая. Немножко над этим посмеиваются, но это не совсем так. Мы уже знаем, что из-за угрозы дальних беспилотников, например, в Москве, туда были перекинуты немалые силы ПВО, то есть начиная от системы С-300 и кончая панцирями, которых там ставили в разных районах, и даже кранами закидывали на крышу Минобороны и других зданий. Каждая такая батарея С-300, каждая система панцирь, которая стоит в Москве, не находится при фронтовой полосе. А поскольку фронтовая полоса огромная, еще Крым очень длинная, то это увеличивает какие-то дыры и прорехи, которые позволяют, может быть, сэкономят жизни украинских летчиков на их штурмах Су-25, или позволяют более эффективно бить беспилотниками, скажем, по Крыму. То есть это вот практическое значение. Еще одна часть практического значения, помимо этого, это то, что иногда мы видим, что эти беспилотники в определенных случаях попадают по конкретным важным целям. Да, по нефтехранилищам, гигантские пожары, по важным заводам и, конечно, по аэродромам. И мы видели сегодняшний случай с самолетом, который, опять же, обратите внимание, Министерство обороны России пыталось завуалировать, искусить на тормозах, на легких повреждениях. На самом деле, то, что мы видим, что полностью уничтожен сверхзвуковой и стратегический бомбардировщик Ту-22М. Очень редкая машина, в которой они каждая на вес золота уже давно не производят, естественно. Заменять их в России, извините, нечем. И это одна из трех главных моделей самолетов, которые должны участвовать в теории большой войны против НАТО и Америки, вести ракеты крылатые с атомной боеголов. А насколько это существенная потеря для России? Сколько вообще существует таких самолетов? Я считаю, что это существенная потеря. Да, самолетов таких немного. Это уже как бы не первая попытка украинцев ударить по бомбардировщикам, которые заставляют им больше всего хлопот. Как мы знаем, именно с таких бомбардировщиков зачастую запускаются ракеты крылатые различных типов, класса воздух-земля, не все из которых вообще украинцы могут надежно перехватывать. Может быть, только в Киеве системами самыми продвинутыми «Патриот». И мы знаем, что уже в прошлом году были первые удары другим типом беспилотников по главному стратегическому аэродрому России в Энгельсе, где базируются сверхтяжелые стратегические бомбардировщики Ту-25 и Ту-160. Вот, чтобы показать, что реальных бомбардировщиков тех типов, да, больших, их мало вообще. Может быть, у этих Ту-160, «Белый лебедь», около 15, например, да, и то не все из них в летном состоянии. Часть их пытается восстановить, там, да, работать. То же самое и с Ту-95, которые из 60-х годов. Их тоже осталось уже не так много. То же самое и вот бомбардировщики Ту-22М. В свое время их сделали много десятков. Реально, наверное, летают из них, я не знаю, 20-30 штук. Насколько я знаю, еще несколько сейчас срочно пытаются как бы расконсервировать и привести в какой-то порядок. Это при том, что не хватает для них ни запчастей, да, ничего. Или для того, чтобы те, которые сейчас летают, летали, сняли какие-то части и детали, и компоненты из других самолетов. То есть произвели каннибализацию. Ясно, что как бы один из два самолета погода не делает. Но еще раз, это из-за небольшого количества нельзя это сравнить с тем, что есть у Америки, где только тяжелых стратегических бомбардировщиков. 200, да, с лишним штук. Ну что ж, если действительно Украине удалось уничтожить два из них, то это, как вы сказали, примерно 10% от того, что сейчас есть у России, что действительно существенная потеря. Есть еще такая составляющая. Вот Великий Новгород находится примерно в 650 километрах от границы с Украиной. То есть это самая далекая цель, которую удалось поразить за все время. Мог ли быть запущен беспилотник, который ударил по аэродрому с территории Украины? Или это значит, что у Украины действительно есть какая-то существенная сеть подполья на российской территории? Ну, в теории мог быть запущен. Это находится более-менее почти на границе, ну или уже на последнем участке дальности беспилотников, таких как Бобер или ЮДЖИ-22 украинских, которые долетали до Москвы, как мы знаем, или, например, в Дягилево в Рязанской области, где тоже, кстати, базировались эти Ту-22, и один был поврежден. По-моему, погиб там летчик, кстати, майор ПВС, который до этого летал в Сирии, известный летчик российский. Тем не менее, вот эта точность попадания, что явно тут не какое-то повреждение осколками издалека. Похоже, что беспилотник ударил у него напрямую. И еще раз, по неподтвержденным данным, я слышу, что это был какой-то беспилотник, который точно управлялся. Обратите внимание, и более того, на самом деле, чтобы долететь туда, поскольку вряд ли бы он летел на территории Беларуси, скорее всего, еще в обход, то есть есть данные, что это был беспилотник типа большого квадрокоптера, начиненного взрывчаткой, который можно запустить. Его дальность такого беспилотника не больше нескольких километров. Это зависит от модели, естественно. Но его в чем преимущество, что он управляется оператором, который видит все через камеру, которая установлена на самом этом беспилотнике, и поэтому можно попадать с высокой точностью, в окно здания влететь и попасть точно в самолет, самое его уязвимое место, например, районного бензобака. Или кабины по выбору оператора. И поэтому очень многие индикации указывают, что это был такой высокоточный квадрокоптер с бомбой на борту. И это тогда будет означать, что действительно запуск осуществлялся с территории России в радиусе, скажем, 10 километров от этого аэродрома. Но тут важно подчеркнуть, что еще раз, это же могла быть операция совместная ГУР, Генштаба Украины или СБУ, и они не спят ведь тоже. Я так понимаю, и это еще раз не точная информация, насколько известно, уже еще до начала войны, в феврале прошлого года, СБУ и Главное управление разведки внедряли своих агентов, разрабатывали их на территории России. Это было возможно, в том числе и потому, что, как вы знаете, Россия контролировала долго не только Крым, но и Донецк, большие территории Донецкой и Луганской области. Там более трех, по-моему, миллионов жителей Украины. Немалая часть из них уехала в Россию, получив российские паспорта. Я уверен, что десятки из них оказываются профессиональные агенты или офицеры СБУ или ГУР. И, поскольку с границей России до сих пор не закрыты, в чем отличие нынешней России от Советского Союза? Туда можно запропуск попасть, как вы знаете, через Казахстан, через другие места. Что и происходит? Летают самолеты в разные страны ближнего зарубежья из России. И поэтому не исключено, что смогли провести туда и квадрокоптеры, и уже заранее внедренные такого рода агенты сейчас осуществляют вот такого рода диверсии, которые обеспечивают гораздо высокую точность. В отличие от беспилотника вот этого самолетного типа, который взорвался где-то в районе обороны и, может быть, осколковый повредил, тут можно надежностью высоко уничтожить такой самолет, что и произошло.